всем большой привет добро пожаловать на мой канал и сегодня поистине легендарное видео видео кусок из этого видео создало просто огромный прецедент на моем канале в instagram оставайтесь со мной и смотрите как мы сегодня делаем базу ноготки у нас относились отлично за исключением одного ногтя объясню потом почему когда мы дойдем на снятие до него конкретно снимая все как обычно твердосплавной фрезой сегодня у меня зеленая насечка снимая плавными движениями с одинаковым нажимом ни в коем случае не продавливаем работаем и наоборот а где-то 25000 также сразу я убираю длину и стараюсь по максимуму ровно снять покрытие до тонкой подложки не ленитесь на этом этапе чем ровнее вы снимете покрытие тем проще вам будет сделать выравнивание и также тем ровнее у вас потом ляжет база то есть проблем с выравниванием у вас не будет дальше что мы делаем у нас здесь небольшая от слоечка но точнее как небольшая сначала я думала что небольшая появилась желтизна ручки моей мамы она начала думать что это грибок или что это плесень но нет все намного намного проще это просто пыль и грязь которая забилась в отслойку у нас это все потому происходит потому что эти два пальца у нас рабочие и вот до смешного я укрепляю только эти два ноготка всегда то есть указательный и безымянный на правой руке далее мы переходим как всегда к пилу форм мы выпиливаем красивый овал еще раз повторюсь что чтобы выпилить красивый овал никогда не убирайте длину прямо под самый самый корень оставляйте один максимум 2 миллиметра для того чтобы нам так скажем было где разгуляться и для того чтобы форма на всех ногтях была одинаковая так как свободный край может задать немного другую форму например квадрат далее мы опиливаем сверху также немного ноготок подправляем неровности после снятия переходим к процессу маникюра у меня пушер от silver stars очень-очень удобный вот такой вот лопаточкой который хорошо отделять сильно прилипшую кутикулу плюс она тонкая и также я и могу зачистить петерегий но в общем то я вам ее уже показывал поэтому не будем останавливаться ссылочки все оставлю в описании под видео фреза пламя диаметром 0 23 миллиметра на форварде я прочищаю все правые боковые пазухи вычищаю синусы зачищая под ноготочком зачищая боковые валики и обязательно смотрю на правильное положение фрезы то есть она у нас ни в коем случае не должна утыкаться носиком и не должна у нас работать с ногтевой пластиной будем как обычно делать комби с ремувером это очень крутая техника раньше я постоянно резала именно эти руки как ни странно но когда начала делать с ремувером у меня эта проблема ушла знаю что уже многие пробовали работать по этой технике и у меня очень много положительных отзывов за что вам огромное спасибо за то что вы пишите комментарии и даете мне обратную связь даете мне так скажем стимул трудиться и снимать дальше зачищаем терегий кстати кто думает что с ремувером это не нужно делать я вас огорчу просто ремувер здесь бы не справился продолжаем с вами знакомство с молодыми но очень перспективными каналами о ногтях канал который называется в честь ее владелицы елена сама елена родом из одессы но живет в германии она призер чемпионатов по лепке гель пластилином такие штуки красивые делает я вот так не умею 3d розы например или красивые цветы и кстати вы давно просите меня показать вам китайскую роспись так вот елена владеет этой техникой и главное показывает и учат на своем канале объясняет очень просто понятно также присутствуют разные мк и распаковки так что обязательно переходите ссылочку оставлю в описании под видео и подписывайтесь на нашу ремовер с перчатки у меня кремовый ремовер и знаете меня часто спрашивают какой выбрать берите любой в принципе кремовый удобен только тем что им достаточно деликатно можно работать просто выдавив на перчатку то есть не касаться каждого клиента обратной стороной пушером и зачищаем тиригий и приступаем к срезу кутикула нас мягкая податливая и еще плюс что такая кутикула не нуждается в шлифовке после среза потому что наш ремовер заменяет так скажем распаренную кожу поэтому срез проходит очень быстро очень просто но и плюс у меня еще ножницы очень удобные обратите еще раз внимание то что я смываю стираю ремовер перед зачисткой на каждом пальце непосредственно то есть когда я зачищала птеригий я для начала снимаю с пальчик и только потом зачищаю вот такой вот результат у нас с вами получился после чего нам конечно же опять нужно укрепить наши ноготочки эти два ногтя средний и указательный на них мы наносим базу тонким тонким слоем берем маленькие горошинки полигеля и выкладываем их прямо на середину ногтевой пластины и начинаем кисточкой смоченной в клинцере или в обезжиривателе или как моем случае в спирте протирать смотрите чтобы у вас не образовывалось много влаги иначе акригель у вас потечет как бы в боковые пазухи точнее частички акригеля и потом получится грязь думаю вы сейчас понимаете о чем я говорю поэтому окунаем кисточку и обязательно промакиваем ее а салфетку далее продолжаем работать распределяем акригель по ногтевой пластине стараемся его выровнять максимально ровно положить чтобы нам потом меньше пилить просушиваем опиливаем свободный край и можем приступать к выравниванию и так вот ради чего мы все сегодня с вами собрались нам понадобится пластиковая любая белая баночка все материалы я заказывал на сайте им косметик ссылочки также оставлю в описании под видео любая прозрачная база у меня это луи филипп стронг переливаем нужное количество нам базы в нашу непрозрачную банку и у меня три вида втирки расскажу почему три первая втирка она у нас супер мелкого помола она создаст мелкое мелкое мерцание точнее именно перламутр дальше идет жемчужная втирка чуть более крупного помола она даст незатейливый блеск и втирка единорог уже даст нам именно блеск почему именно три втирки это наверное мое волшебное трио дальше добавляем белый гель-лак не переборщите обязательно и начинаем все это перемешивать пока перемешиваю расскажу что при перемешивании у вас образуются пузыри я оставляю просто такую баночку на ночь и за ночь у меня все пузырики лопаются крышкой прикрываю но не закрывая полностью посмотрите какая красота вам позавидует любой мастер в вашем городе все будут спрашивать что это за база такая а на самом деле вы ее просто сделали сами невероятная красота я сидела над этой банкой очень долго и не могла никак остановиться но не переборщите также посмотрите я экспериментировала с цветами скажу вам сразу что после записи этого видео прошло уже три недели база относилась отлично втирка и гель-лак ни в коем случае не повредили носки но если вы будете смешивать гель то лучше брать гель-краску они белый гель-лак после чего моя клиентка захотела базу лавандового цвета поэтому мы берем голубые акварельные капли совсем чуть-чуть посмотрите я помогаю себе кюреткой чтобы не взять слишком много и берем розовый как мы все знаем голубой плюс розовый дает фиолетовый но или как в нашем случае лавандовый оттенок так как у нас там присутствует белый гель-лак посмотрите какая красота просто залипательное видео я всем советую обязательно попробуйте этот способ ставьте лайки этому видео мне будет очень приятно и начинаем с вами выравнивание сразу скажу какой момент здесь я упустила из этого видео расскажу подробно для начала я сделала выравнивание этой базой и потом уже когда я сделала на все четыре ноготка я посмотрела что действительно не хватает прокраса под кутикулу и добавила этой же кисточкой который я сейчас на нашу базу тонкий тонкий слой и прокрасила тонкой кистью под кутикулу также не забывайте что после нашего выравнивания мы обязательно переворачиваем ручку и ждем чтобы вся база у нас распределилась правильно и стекла как бы в центр нашего ноготка перекрываем все топом от nail republic он нас перед этим относился отлично поэтому мы также сейчас работаем им и решили немного дополнить наш дизайн стемпингом точнее дизайн это там не было никакого просто интерес создание новые базы вот такой вот штампик очень добротный скрапер точнее скребок и заказал я две пластины одна с принтами мне очень понравился принт корова зебра который идет наискосок и вот этот вот змеиный очень классные пользуются такие принты популярностью ну и конечно же много веточек не бывает здесь они очень красивые стильные сейчас вы можете наблюдать кстати мое лицо и даже кусочек уха наносим белый гель-лак специальный для стемпинга распределяем здесь специально ничего не ускорял чтобы вы видели с какой скоростью я работаю со стемпингом и отпечатываем на ноготок за счет того что мы взяли именно белый цвет лака для стемпинга у нас он не выделяется сильно этот дизайн но в то же время что-то там есть такое загадочное дожидаемся высыхания на воздухе нашего лака покрываем топом и любуемся результатом кстати девочки не забывайте про мицеллярную водичку пыль она удаляет отлично я использую мицеллярную воду для шугаринга вы можете любую мицеллярную воду налить в распылитель обильно распылить на пальцы и стереть бумажным полотенцем и вот такой вот результат если это видео было вам полезным интересным хоть чуть-чуть поставьте лайк этому видео мне будет очень приятно также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать такие супер полезные интересные видео с вами была татьяна седоренко всем пока